Всем привет, дорогие друзья! За миллион купить свежую Toyota Corolla с пробегом в 30 тысяч – легко. Только вот накинуть скрытую комиссию в 100 тысяч, облить грязью компанию-конкурента – это только малая часть того, что творится на рынке Дальнего Востока. Один из наших подписчиков решил поделиться своим опытом покупки проворокого японца. Вот только когда он стал искать компанию по привозу авто с аукционов в Японии, то был, мягко говоря, потрясен, насколько рынок погряз в мутной воде. В этом видео расскажем про подводные камни, с которыми столкнулся наш подписчик. Еще в феврале наш зритель озадачился поиском авто, но окончательно созрел только к лету. Цены на левый руль стали нереальными и покупатели теперь уже из центральной России стали скупать праворульные машины с Дальнего Востока. Автовозов не хватало, а доставка весной доскочила аж до 100 тысяч рублей до Москвы. К примеру, за 1 миллион продавали пятилетнюю Toyota Corolla Fielder с пробегом в 45 тысяч километров. В более дорогих комплектациях цена была уже 1 миллион 200 тысяч рублей. Mazda Axel, она же тройка в таком же состоянии, тоже за миллион или чуть выше. Большой выбор был из компакт-вэнов за 700-800 тысяч. Минивены уже дороже, но за эти деньги все равно в России конкурентов не найдешь. За 1,4-1,7 миллиона можно взять беспробежный Nissan Sirena или Toyota Noach в простых комплектациях. Но даже в базе там есть все самое необходимое. Mitsubishi Delica – шикарное авто для путешествий. Стоило еще на тот момент 2,5 миллиона. Это будет D5 с полным приводом, автоматом и дизелем. За 2 миллиона можно было купить на переднем приводе с двигателем 2,4 и вариатором. Все машины, которые привозятся в Россию, свежие от 3 до 5 лет и в прекрасном состоянии по сравнению с тем, что продается у нас. К тому же, качество машин с правым рулем значительно лучше, чем с левым. Даже одна и та же модель, что продается у нас и продается в Японии – это совсем другой уровень. Ну а прежде чем продолжить, мы хотим рассказать вам о нашем автомобильном телеграм-канале. В нем мы публикуем свежую информацию о китайских новинках и их ценах, краткие видеообзоры и анализируем безопасность китайских автомобилей. Ссылка на телеграм-канал будет в описании под видео. Идем дальше. При более углубленном изучении вопроса доставки авто из Японии оказалось, что большинство компаний обманывает и скрывает дополнительные комиссии. Их могут включить доставку, расходы по Японии, да даже на вымышленный императорский сбор и подобную ерунду. Кто с Дальнего Востока, тот про это знает. А вот западные покупатели не в курсе таких вещей и их таким образом часто обманывают. Покупателям привозят машины заведомо дороже, чем они стоят реально. Кто-то переплачивает 30-50 тысяч рублей, а кто-то и все 100. Даже бывшие школьники открывают фирмы и рассказывают, какой у них большой опыт покупки и за свою работу возьмут 15-20 тысяч рублей. Только то, что сверху они накинули сотку, про это, конечно же, никто не говорит. Чтобы как-то прожить компании, они минимум должны получать от 30 до 40 тысяч с каждой машины. Все, что ниже этого, это типичный обман. Еще среди этих компаний постоянно ругань и оскорбление конкурентов. К примеру, компания А снимает разоблачение на компанию Б, а компания Б снимает разоблачение на компанию А и С. И так все друг друга поливают грязью, таким образом сами скатывая рынок машин с правым рулем на дно и отталкивая покупателей. Захочет житель Центральной России купить себе машину и не знает, кому пойти, так как все компании выставляют себя в негативном ключе. В итоге выбор нашего подписчика попал на трехлетнюю Toyota Corolla Fielder. В кузове универсал с полтора литровым мотором, выдающим 103 лошадиные силы на полном приводе. Коробка передач, вариатор. Цена на аукционе была 1 миллион 130 тысяч рублей. Плюс 70 тысяч – это доставка в Владивосток. И на дополнительные документы обязательно необходимо получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Это около 50 тысяч рублей. Перегон автовозом из Владивостока в Рязань обошелся нашему подписчику еще в 60 тысяч рублей. В итоге на то, чтобы переправить автомобиль, было потрачено 180 тысяч рублей. Таким образом, автомобиль обошелся в 1 миллион 310 тысяч рублей. Пишите в комментариях, сталкивались ли вы с покупкой автомобиля с японских аукционов? Возникали ли у вас подводные камни? Также, если не подписаны на канал, будем рады видеть вас в нашем сообществе. С вами был канал Автоэксперт. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok